Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать. Но перед началом видео призываю вас подписаться на канал, поставить лайк, распространить этот ролик. Напишите пару комментариев и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале, что мы наснимали ранее. Сегодня речь пойдет о фотографиях. Многие знают и помнят, а у кого-то еще до сих пор есть альбомы с фотографиями с похорон. В Советском Союзе, не знаю почему была такая традиция, снимать похороны в квартире, в доме, на кладбище и так далее. У некоторых даже альбомы есть. Я имею фотографии, уникальные из похорон. Как-то где-то год назад я снимался на канале «Миллионники». Очень такой известный канал, но не буду сегодня его называть. И мы снимали очень один проект, я там есть в кадре, может быть позже в своих роликах я скажу про него. Я снимался там и мы ходили по очень уникальной заброшке вместе с ними, с этими ребятами. И нашли фотографии. И они очень, понимаете, мистические. Там что-то есть в них. Я долго их изучал, целый год. Думал выкладывать это видео, не выкладывать, что делать. За год мы провели очень глубокий анализ. И кое-что мы там обнаружили в этих фотографиях. То есть там как бы на первый взгляд кажется просто обычные советские люди присутствуют на похоронах. Но нет. Там есть кое-какие моменты, кое-какие фишки. И я вам сейчас это покажу. Они отдали мне фотографии, когда мы после съемок с ними были. И сказали, это немного не их профиль. У тебя поминальный контент. Ты не последний человек в похоронной индустрии. Поэтому снимай. Все карты тебе в руки. И вот сейчас пришло время. Буду делать полнейший анализ с вами вместе. Я его уже провел до. Мы все сделали, посмотрели, разобрали. Отцифровали фото. И сейчас в Бандикаме мы сделаем с вами анализ этих уникальных, страшных, просто фотографий с похорон. Мистических. Поэтому сейчас будет интересно. Ни в коем случае не переключайтесь. Смотрите до конца. Все, я приступаю к разбору и покажу вам этих фотографий. Поехали смотреть. Итак, на первом фото мы с вами видим Семья хоронит маленькую дочку. Это где-то 30-40-е года. Отец, мать. Раз, два, три, четыре, пятеро детей. И шестая дочь, самая маленькая. Это фото срежиссированное, как мы можем понять. Потому что видим то, что парень смотрит в камеру. Один и второй. Все остальные смотрят на гроб конкретно. Смотрим следующая фотография у нас. Получается хоронят женщину. Это город. Видите, постройка. Тут вот дом получается на заднем фоне. И многоэтажный. Это не деревенское фото. Ну и по одежде тоже можно понять. Это тоже где-то примерно... Вот это уже фото было позже сделано. Это где-то 50-е, вот так 60-е года. Потому что, видите, венки уже более-менее современные. И так далее. Второе фото советское с вами посмотрели. Обратите внимание на это фото. На эту фотографию. Соответственно, это муж, это сын, хоронят мать. Примерно ей где-то, ну, лет 40. Ему где-то, мужу примерно так же. Сын 5-6 лет от роду. Это город. Так как мы видим по одежде и ребенка, и мужа. Тоже фото срежиссированы. Вообще, надо понимать, что все фотографии, которые делались с похорон в Советском Союзе, они были срежиссированы. То есть, фотограф давал команду, куда смотреть, как смотреть и что делать. Куда садиться, куда становиться. Ну и так далее. Здесь деревенские похороны. Чисто деревенские, хоронят какую-то бабулю. Все смотрят в объектив, только вот эта вот бабка справа, которая стоит, куда-то в прострацию смотрит. Все остальные чисто в объектив, по приказу фотографа. Деревенские похороны. Следующая фотография. Внимание, будет очень интересно. Смотрим. Хоронят ребенка. Вот мать у изголовья сидит. Тоже деревенские похороны. Видим, что мать в возрасте уже лет 40. Может, ну, 38. Почему много умирали дети в советские годы? Потому что, особенно в ранние, в ранние. Потому что не было лекарств. И большинство умирало от туберкулеза, холеры и так далее. Сейчас этой проблемы уже нет, потому что антибиотики современные. И как бы это уже ушло на второй план. А тогда, в советские годы, и особенно в царские, это была чума. Следующая фотография. Да. Вот на это фото мы сейчас с вами обратим пристальное внимание. И все почему. Я вам расскажу. Мы нашли информацию об этой женщине. Похороны состоялись в 1974 году в Поволжье. Именно эта деревенская была женщина, 33 лет. У нее двое детей, муж. Но очень много вся деревня пришла на похороны. А она утонула. Или кто-то ей помог. Нашли ее в колодце утопленной. Причем, что самое интересное, к колодцу больше никаких следов, как следствие мы нашли информацию в сети, никаких следов кроме ее не было. Она подошла, грубо говоря, почему-то ночью и спрыгнула головой вниз колодец. И они здесь, на этом фото, решили ее одну положить. Все отошли и сфотографировали. То есть срежиссированная фотография здесь у нас с вами получается. Поволжье. Кто, кому интересно, найдет эту информацию в интернете, это и до сих пор никто не может понять, почему она как бы так покончила, то ли жизнь самоубийством, то ли что, вроде как рассказывает, что все нормально у них было в семье, жили нормально, все нормально, дети. То есть малые, там, 10 лет, по-моему, и 8 лет дочь, 8 лет сыну, 10 лет. Ну, так бывает. Это уже история покрыта мраком. В принципе, я могу съездить в эту деревню и найти ее могилу, но опять-таки же, еще раз говорю, 2000 лайков. Покажу фотографии сатанистов советских. И съезжу, найду ее могилу и разузнаю информацию, почему так произошло. Мне кажется, там очень много мистики, паранормального и потустороннего. Поэтому давайте лайкаем, и мы поедем разбираться по поводу этой женщины, почему она так покончила жизнь самоубийством. Потому что, мне кажется, там темные силы присутствуют в достаточно большом количестве. в этой деревне. И конкретно в той семье было. Так, смотрим. Здесь городские похороны. Мужчины. Уже непосредственно на кладбище. Следующая фотография. Тоже городские похороны на кладбище. Дочь мужчины. Видим жена. Убитая горем. И рядом дочь. Это уже 80-е годы. Характерные пальто, плащи и так далее. Это та мода была. Мы разобрались. Смотрим. Ребенок. Что здесь интересует нас? Видите, у ребенка глаза открыты. Да, он мертвый или она. Тут непонятно пока. Как бы пол определить. Я затрудняюсь лично. Да и смотрели. Многие из команды тоже не могут понять пол. Но. Напишите в комментариях, как вы думаете. Это девочка, мальчик. Видите, глаза открыты. Принудительно открывали глаза. Для того, чтобы сделать фотографию. А потом уже, когда хоронили, соответственно, опускали. Веки вниз. Здесь типичные фотопохороны из квартиры. Видим, лежит мужчина или женщина крупных размеров. Это конец 80-х годов. Это где-то 86-88. По одежде, по прическам, по интерьеру в квартире. Мы с вами понимаем, что это начало 90-х, конец 80-х. После 90-х, где-то, знаете, фотографии перестали делать с похорон где-то 2000-е годы. И потому что я еще был маленький, проходила такая практика. Лично даже я присутствовал в детстве неоднократно у дальних своих родственников, где делали фотографии. Прямо в квартирах, в домах и на кладбищах. Я это все видел, вызывался фотограф и производил фотосъемку. Говорил, встаньте сюда, встаньте туда. Делал в режиме live photo. То есть, здесь видим тоже квартира, городские похороны, старая бабуля и женщины. Видимо, родственники, знакомые и так далее. Вот эта фотография очень интересная тем, то, что здесь целая семья похоронена в одном гробу. Видим мать, отец и ребенок. Была такая практика, но это царские времена. Это чисто царские времена. И эта фотография еще сделана до советских лет. Так, что мы имеем тут? Это уже процессия. Везут хоронить на кладбище, соответственно, в Катафалке. Это мы вам хотели показать, я вам хотел показать, какие разнообразные фото похоронной процессии делали в советские годы. Потому что немногие знали об этом даже. Здесь двое детей. Тоже, видите, в гробах лежат. Мертвые. Это городское фото. Похорон. Причем здесь мы видим вот это все. Это рабочий коллектив. Привезли, именно поставили на завод, чтобы все, кто работал с этим человеком, с ним могли попрощаться. Это с производства фотография была сделана. Так, двигаемся дальше. И эта фотография подписана. А.Н. Попова, женщина, прожила от роду 46 лет. Видим, похоронена женщина. Деревенское фото 30-40-х годов. Скорее всего, даже 30-х. Вся деревня пришла с ней проститься. Это отец. Это мать сидит у ног. У изголовья отец. Здесь какие-то тоже родственники ближайшие. И вся деревня. Здесь видим просто похороны какой-то старой бабули. Тоже ранний Советский Союз. Это я вам сейчас показал фотографии, которые были сделаны в советские годы с стандартной похоронной процессией. Но сейчас вторым разделом мы будем смотреть фото, которые сделаны преимущественно в царские годы, когда была распространена практика мертвых детей и людей одевать как живых. Даже иногда открывать глаза, что мы сейчас с вами и увидим. И делать с ними фотографии. Родственники делали фотографии. Ну вот, как будто бы, допустим, ребенок умер, открыли глаза, как будто он живой сидит и с ним фотографируется. Это делалось по двум причинам. Первая причина. Просто оккультно это делалось. И вторая причина. Если не успели сделать при жизни фотографии, допустим, с ребенком, с сестрой, с братом и так далее, то уже после смерти вызывался фотограф, платились очень большие деньги. И еще раз хочу подчеркнуть, что могли себе позволить это только зажиточные люди. Дворяне, купцы, бояре и так далее. Только зажиточные. Потому что фотографии стоили, ну, просто как сейчас купить автомобиль. Одна фотография. Поэтому, сейчас мы с вами посмотрим, это все зажиточные были люди. И фотографии сделаны со своими мертвыми родственниками. Опять, из-за культной, из-за какого-то оккультной вещи. Или просто для того, потому что не успели при жизни сделать. и решили хотя бы напоследок запечатлеть себя со своим уже умершим родственником. Давайте смотрим далее. Что мы наблюдаем с вами на этой фотографии? Муж, жена и четверо детей. Но, вот у отца, дочь сидит, она уже мертвая. У матери, вот эта девочка маленькая, она живая. Мы видим, что она реагирует на фотооператора, на фотографа, а это уже все нет. Смотрит, видите, ей открыли глаза, как я говорил. И она сидит, но она уже мертвая. Парень жив, дочь взрослая, можно сказать, жива и маленькая жива. Муж и жена. Царская фотография, зажиточные люди, можем наблюдать. Посмотрите, здесь какой-то интерьер такой классный стоит, шторы, все, платья одеты очень прилично для царских времен. И можем видеть то, что жена намного, намного моложе своего мужа. Это была обычная практика для царских времен, когда муж на 20, а бывало и на 25 лет старше своей жены, особенно если он богаче, то родители отдавали свою дочь замуж очень в раннем возрасте. Ну, сколько вот здесь на этой фотографии ей лет? Ну, не больше 30, а ему уже больше 40. а то и под 50. То есть, это нормальная была практика, когда муж старше намного своей жены. И у них четверо детей, одна дочь умерла, вот она сидит у него на коленях. Смотрим следующую фотографию. Одеты, заметьте, как очень прилично все. Платье у всех, так не одевались простые люди. У парня видим костюм, галстук, значит, учился в каком-то лицее царско-сельском. Ну, наподобие того, что-то там. Смотрим дальше. Здесь подборка из двух фотографий. Они абсолютно не связаны друг с другом. Это просто две разные фотографии, но два разных примера для вас, как фотографии. Вот здесь видим, что сидит отец. И у него мертвый ребенок. Это советская фотография. Потому что, видите, штаны уже такие более-менее современные. хотя, да, каких лет мы думали-думали, так и не поняли, но так решили, что где-то 50-х годов. А вот справа фотография, это уже царских времен. Видим, мать, убитая горем, даже на фотографии она находится. Лицо, посмотрите, какое просто все. И ее покойная дочь сидит у нее на коленях. Но, что здесь покойный сын, что здесь покойная дочь. И можно понять, почему. Потому как, скорее всего, что это единственная ее дочь, а по фото мы можем наблюдать, что она уже далеко не молодая за 40 лет, а это была практика тоже распространена, тогда женщины рожали и в 50. Скорее всего, это одна ее единственная и последняя дочь, поэтому она убита горем на данной фотографии. Что нельзя сказать про мужчину, он как-то более нейтральный у него вид и взгляд. Смотрим дальше. Фотография опять царских времен. Здесь видим отец и его сын. Обратите внимание, сыну где-то 5, 4, 5 лет, а отцу уже за 50. Любимый его сын, сразу понятно, младший, может быть, еще дети есть, одет очень прилично и видите, держит голову, чтобы в кадр смотрела голова, глаза открыты, потому что шеи не держит уже, потому что ребенок умер. И вот такая вот фотография у нас с вами для просмотра предоставилась. Смотрим дальше. Здесь пример, когда девочка была жива, слева виден, да, сидит на стуле, и здесь она уже мертва, может быть, фотографии сделаны с разницей в год, в два года. Здесь ее, видите, посадили, дали книжку в руки, потому что голова опучена, опять-таки же, на предыдущем фото он держит своему сыну голову, а здесь как бы ее решили посадить, как будто бы она читает книгу, одели, все, видите, посадили на такой диванчик и сфотографировали. Здесь она еще живая. Понятно, да? Идем дальше. Две сестры, одна, которая сидит с закрытыми глазами, все уже мертвой, и видите, ей под спину подложили книжку, здесь слева можно наблюдать, подложена книжка у нее, а это живая сестра просто легла к ней и сделали совместную фотографию. Где-то еще, скорее всего, есть такие фото, но как бы предоставилась только эта фотография, вы тоже поймите, такие фото найти просто в открытом доступе, это очень тяжело, поэтому хорошо, что хоть такие есть фотографии, посмотри. На этом фото мы видим мать, отец, ихняя покойная дочь. Здесь закрыта она пледом, глаза открыты, взгляд как живой. Как они добились такого эффекта в те годы, я, честно говоря, вам сказать не могу, я не понимаю. Но мы видим с вами то, что она как живая, просто как живая на этом фото. То наверное даже вот мы как-то пытались определить это где-то 1910, 1915, вот такие где-то года. Видим еще одно фото также царских времен жена, муж, мать, отец и их покойный маленький ребенок. Фото сделано в таком вот, знаете, в такой стилистике, как будто просто в жизненном режиме, как будто вот они сидят, пьют чай из металлических кружек и как бы ребенок, чтобы запечатлеть не то, чтобы смерть, они вот, кстати, они добивались такого эффекта, чтобы никто не заподозрил, что допустим ребенок там или там сестра или мать покойная не заподозрили посторонние люди на фото, что человек уже умер. Хотели достигнуть эффекта живого человека, поэтому открывали глаза, сажали как-то книжку, чтобы даже у кто просматривал не возникло даже мысли, что человек уже не дышит, поэтому как бы так, это последнее фото, вот, смотри, сейчас еще покажу, как будто бы она сидит читает книгу, и если бы я бы не сказал бы, что она мертва, большинство из вас даже бы не догадались об этом, ну или вот об этой фотографии тоже, как живая сестра вместе с этой, никто не скажет, что она ляжет, там допустим, ребенок к трупу, но такие вот были времена, и здесь, взрослая дочь, мать, отец, сидят, смотрят в камеру, фотоаппарат, тогда еще камер не было, никакой грусти, только вот эта женщина не смогла даже на этом фото скрыть грусть, здесь видите, даже улыбается почти вот эта мать жена, такой вот вид, как будто ничего не произошло, собственно говоря, все фото, какие были у меня, которыми мы обладали, я вам показал, что думаете вы, напишите в комментариях, всегда читаем, все просматриваем, на все реагируем, вы направляете, куда нам двигаться, да, если хотите по поводу вот той девушки 33 года, чтобы я съездил в деревню и показал могилу, она, кстати, там похоронена, там деревенское кладбище есть, она там и похоронена, могу отсветь могилу и поговорить, у нее родственники, кстати, живы, возможно, как-то получится с ними пообщаться, ну, 2000 лайков, напишите в комментах, что думаете вы, фотографии, принимали вы, ли вы участие когда-нибудь в таких вот съемочных процессиях, травмных у своих родственников или у кого-то, может, кто-то альбомы есть, в общем, все фото, что были у нас мы вам показали, судите дальше сами, правильно это было или неправильно, вот так друзья, вот такой сегодня у нас с вами ролик получился, надеюсь, вам понравилось, напишите, что думаете в комментариях обязательно вы, не забудьте поставить лайк этому видео, распространить этот ролик и обязательно, обязательно подписаться на канал и вступить в клуб наших успешных, современных, гениальных, уникальных подписчиков, которых уже почти что 35 тысяч человек, поэтому давайте быстрее присоединяйтесь к нам, и это не какие-то дешевые постановки, которые снимают некоторые известные миллионники блогеры, а здесь за что покупаем, за то и продаем для вас, мотор всегда писал, пишет и будет писать для вас, давайте еще так, сейчас прямо в конце ролика, кто досмотрел самый любознательный и терпеливый зритель, если этот ролик наберет уже больше не прошу давным-давно 2000 лайков, я сниму, покажу вам еще кое-какие фотографии сатанистов, именно, которые были отсняты в советские годы, поэтому за 2000 лайков фотографии сатанистов старые, которые у меня их нету, но я их куплю за большие деньги, если этот ролик наберет 2000 лайков, все, давайте еще раз, подписка на канал, лайк, комментарий, распространить этот ролик, смотрим предыдущий контент, остаемся с каналом против лома, всем спасибо, удачи и пока! и пока!